здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях главный врач московского областного центра охрана материнства и детства татьяна мельник и мы часто встречаемся в этой студии и сегодня мы решили поговорить на казалось бы самушки на им не на есть приятную тему простую а на самом деле очень сложную как оказывается поговорить о рождаемости потому что собственно говоря ваш центр и занимается тем что встречает всех тех кто хорошем смысле слова сталкиваться с этой радостью а для кого-то кстати проблема сегодня мы еще как бы живем в тех остатках 90-х когда рождаемость резко снизилась когда резко выросло количество абортов и все тогда говорили о этом знаменитом русском кресте это демографический крест он на самом деле реально был крестом когда рождаемость резко упала вниз количество прерывания беременности количество абортов резко пошло вверх это на самом деле визуально выглядело как крест 90-е годы те дети которые родились 90-е годы их очень мало и эти дети сейчас вступили самый активный детородный возраст а их к сожалению просто мало просто мало и обеспечить вот этот вот прореху вот эту вот эту вот яму демографическую конечно эти дети ну это уже взрослые люди они могут если каждая пара родит минимум 5 детей 55 минимум тогда как-то ситуация будет налаживаться поэтому правительство нашей страны и правильно вы сказали и президент и правительство и депутаты наши всех уровней делают все для того чтобы стимулировать женщин на рождение детей что для этого происходит мы знаем это и пособия которые увеличиваются с определенной периодичностью на рождение первого ребенка второго ребенка это пособие многодетным мамам это тот же материнский капитал который же существует несколько лет и он никуда не уходит а наоборот количество денег которые закладывают материнский капитал увеличивается пусть немножко нам бюджетная такая уже что это совершенно бюджетная история это правильная история мы как бы сказать на правильном пути потому что но это те социальные пособия которые даются женщины этой и запись детей в детские сады и строительство детских садов это тоже стимулирует к рождаемости потому что вы знаете что у нас женщины рожали и стоят на очередь детский сад пока ребенок не закончит школу а хочет еще в детский сад не подошла поэтому конечно в нашей стране открывается детские сады новые ясли а в нашем регионе московской области это вообще делается очень хорошо просто вот каждый день мы можем слышать там открылся новый детский сад там и это обременение нашим инвесторам которые строят микрорайоны новые они те обременения выполняют поэтому сейчас государство сделала все для того чтобы женщина рожала детей чтобы в детском садике было кому было к находиться да ну и конечно женщиной создана для того чтобы продолжать род человеческий для того чтобы рожать вот у меня такой сразу возникает вопрос потому что ну я же тоже попал немножко вот в этот период там все попали каждый по-своему и после вот распада советского союза эти самые 90-е годы когда люди не обзаводились даже семьями исходя просто из простого подхода кормить нечем нам бы самим прокормиться и ну и даже ладно еда а именно непонятно как жить нет работы непонятно где ты можешь себя применить и так далее вот если все-таки а что-то мне подсказывает что по пять человек вряд ли эти самые замечательные дети 90-х смогут в этот мир родить тогда это какая-то яма с точки зрения человеческого фактора то есть наличие мест то есть люди которые работают в разных сферах то есть мы столкнемся с каким-то человеческим дефицитом но мы столкнемся с человеческим дефицитом но и самая главная проблема еще тут наложилось то что на сегодняшний день молодежь на первостепенно конечно ставят немножко другие приоритеты они ставят такие приоритеты как закончить какие-то учебные заведения приобрести профессию приобрести профессию необходимо устроиться на работу устроиться на работу на базе мо как-то работать и и как-то своих материальное положение сделать таковым чтобы можно было купить или снять какое-то жилье как-то себя обеспечить точно сразу не рожать сразу не рожают вы знаете вот мое поколение людей а мы рожали в институтах то есть в институте между сей параллельно параллельно учились и рожали поэтому считалось что в 25 лет если ты не родил ребенка то это уже уже какая-то катастрофа это уже что-то нет нету и всегда существовал такой не очень красивый диагноз который назывался старой первобеременная или первородящая и старого 27 лет на сегодняшний день конечно такого уже нет термина но тем не менее тем не менее к огромному сожалению молодые люди которые созревают к заведению детей к рождению детей они созревают не ранее 30 лет первый ребенок хотя к этому моменту они должны родить уже как минимум второго ребенка а возможно и третьего но с другой стороны на вы говорят что теперь молодые до 30 лет вот поэтому они думают раз мы молодые до 30 лет а мы 30 рожать не будем понимаете здесь еще вмешивается немножко другой фактор потому что рождение детей она связана с тем что женщина должна выносить этого ребенка она должна здоровой кормить этого ребенка поднять на ноги этого ребенка и воспитать и к сожалению с годами мы не молодеем и после 25 лет уже происходят какие-то изменения в организме уже начинают какие-то возникать заболевания вегетососудистая дистония сахарный диапет гипертоническая болезнь или другие заболевания которые не являются хорошим моментом для вынашивания беременности ну и вообще и к рождаемости начиная и у плода здоровый лена года вы тут начинаются проблемы самой страшной проблемой у нас это если женщина у женщина наступает беременность она ее не планировала и она решает вопрос прерывать эту беременность сделать abort вот тут начинается очень страшные проблемы потому что любое прерывание беременности тем или иным способом сейчас способы прерывания достаточно много есть такие способы прерывания, которые якобы вообще не наносят никакого вреда организму. Я говорю о медикаментозном прерывании беременности. Но, тем не менее, прерывание беременности – это катастрофа для организма. И во что она выльется, непонятно. Чаще всего она вливается в стойкое бесплодие. И в дальнейшем начинается... Когда захочется, то уже не получается. Тогда давайте мы здесь приведём очень интересную позицию религиозных деятелей, которые считают, что аборты нужно категорически запретить. Государство, по идее, если прислушается к этому предложению, получается, что оно может вот эти вот... Ну, пять детей вряд ли, но, по крайней мере, вынуждены будут люди рожать, которые, а, могут забеременеть, начнём с простого, по глупости, могут забеременеть в результате какого-то преступления, и они не смогут прерывать эту беременность, если такое решение будет принято. То есть, вопрос простой. Как вы относитесь к теме запрещения абортов? Вы знаете, я как врач отношусь, скажем так, нормально. Объясню, почему. У нас существует закон об охране здоровья граждан, подписанный президентом. В нём есть 36-я статья, в которой сказано, что каждая женщина имеет право выбора прервать ей беременность или продолжать эту беременность. То есть, это есть на законодательном уровне. Да. Именно на законодательном уровне. Незапланированная беременность, вы правильно сказали, она может возникнуть тогда, когда, в принципе, по каким-то причинам этого нельзя. Я против абортов, но, тем не менее, как врач, я хочу сказать, нельзя их запрещать. Потому что, если женщина приняла решение о том, что эта беременность ей абсолютно не нужна, она её привлёт другим способом – криминальным. А криминальный всегда будет существовать. А криминальный тут же у нас расцветут криминальные аборты. Наша страна проходила эти этапы, когда у нас после Великой Отечественной войны были категорически запрещены аборты, и это, понятно, нужно было восстанавливать народонаселение нашей страны. Поначалу всё шло хорошо, закон никто не отменял о запрете абортов, и в конечном итоге начались криминальные аборты. И кладбище женщин, которые умерли после осложнений криминального аборта. Затем аборты легализовали, они были разрешены, всё стало на свои места, женщины делали аборты в лечебных учреждениях, проводилась профилактика всяких осложнений. Был момент, когда аборты сделали платными, и снова возникли криминальные аборты. Потому что чуть дешевле. Да, потому что... И, в общем, получилось так, что мы много этих этапов проходили. Сегодня аборты разрешены. И, опять повторюсь, существует несколько видов абортов, в том числе и те, которые практически не наносят, скажем так, или наносят минимальный вред здоровью женщин. Но, тем не менее, наша молодёжь, она очень образованная, она современная, это очень хорошо. И они прекрасно знают, что существуют такие препараты, так называемые оральные контрацептивы, которые можно совершенно спокойно принимать и предохранять до того как от нежелательной беременности. И вот это, наверное, выход из положения. Если мы сейчас запретим аборты, у нас расцветут криминальные аборты. Подпольное производство. А вот в Польше-то они пытаются запретить аборты? Они пытаются запретить. Что творится на улице? Вы знаете, у нас был такой момент, это были тоже 90-е годы, когда в Польше в своё время тоже запретили аборты. И вы знаете, у нас огромное количество женщин с Польши приезжали в Россию, в Белоруссию проводить аборты. И не только, а в другие страны. И сейчас они выезжают в другие страны для того, чтобы там сделать аборт. Я тогда сейчас делаю, может быть, не совсем человеческое предложение. Но вот, предположим, всё-таки стоит такая проблема. А если мы запрещаем аборты, а женщина официально, которая не идёт на криминальный контакт, рожает ребёнка. Он ей, скажем так, по разным позициям страшную фразу, скажу, не нужен. Государство говорит, хорошо, тогда мы возьмём его, то есть вот те самые бэби-боксы, которые должны развиваться тогда, тогда получается, женщина, а, вроде не вредит своему здоровью, она как бы отказывается от своего ребёнка, но ребёнок жив, им занимается государство, может быть, тогда вот такую схему сделать? Её тоже вроде как не особо она существует. Нет, эта схема существует, и никто её никуда не менял. Но я особо не рекламирую. Её не рекламируют, потому что всё-таки мы больше уговариваем женщину, чтобы она ребёнка взяла. Говорить о том, что вот давайте бэби-боксы, нет, бэби-бокс – это как раз вот самая последняя ступенечка вот в этой цепи, потому что они созданы для тех женщин, которые решили устроить, вернее, сделать преступление, выкинуть этого ребёнка. Не отдать, а выкинуть этого ребёнка. Ну, избавиться, да. Избавиться вот просто, чтобы никто не знал и ничего. Вот для этого бэби-бокс, чтобы она не понесла его на помойку, а всё-таки отдала в лечебное учреждение. Если женщина хочет оставить ребёнка, проблем нет никаких оставить его в родильном доме. Хорошо, сделаем сейчас небольшую паузу, а во второй части очень любопытный вопрос, который вроде бы как и не медицинский, а на самом деле медицинский. А как познакомиться-то? Сейчас вернёмся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях главный рач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, которая часто приходит к нам в гости. Говорим мы сегодня о самом важном, простом одновременно важном. Но сегодня другая проблема. Вот когда я, например, сталкиваюсь со своими студентами и так далее, замечательные, красивые, ничего в этом не изменилось. Все мы были студентами, у всех свои какие-то, ну, в соответствии с тем, с той эпохой, когда они учатся, молодеют, растут, свои увлечения и так далее. Сегодня есть такое ощущение, что люди как-то живут немножко отдельно друг от друга. То есть гаджеты, а проще посидеть в интернете, пойти пригласить в кафе. Это какая-то, ну, опять же, не всегда дешёвая функция. В кино, зачем ходить в кино, когда можно посмотреть дома. И есть такое ощущение, что с точки зрения коммуникации тоже есть проблема. Потому что ребёнок, должен получиться, чтобы он встретил её, и для того, чтобы состоялся контакт, криминальный мы не рассматриваем, он тоже, к сожалению, бывает, а мы рассматриваем контакт, который называется по любви. Но есть такое чёткое ощущение, что люди не могут найти себе пару. Это действительно так. И ещё говорят, что женщин по-прежнему всё больше и больше, а мужчин всё меньше и меньше. И мужчины какие-то хлюпики пошли. Ну, вы знаете, это очень хорошо, что на сегодняшний день современная наука и современные технологии мы можем, как сказать, не выходя из дома, не вставая с места, можем весь мир изучить, знать, общаться. И зарабатывать ещё деньги. И зарабатывать деньги, да. И причём немалые деньги некоторые зарабатывают. Это, с одной стороны, конечно, очень хорошо, прогресс – это прекрасно. Но вы совершенно правы, мы перестали общаться. Вот так общаться, как общались раньше. Где знакомились молодые люди? На дискотеке. Собрались. В троллейбусе. На вечерах. В троллейбусе. В метро. Это был личный вот такой контакт, когда, как говорят, глаза загорелись и что-то ёкнуло в себя, что это где-то что-то твоё. И, наверное, это было, в общем-то, хорошо и правильно. Сейчас вы посмотрите, всемирная паутина, да, интернета, знакомство в интернете. Переписка в интернете. Познакомились в интернете, пообщались и разбежались в интернете. Да, это не приводит, к сожалению, к образованию семьи как ячейки общества и, естественно, к рождению детей. Поэтому вот в некоторых странах, и, по-моему, даже в нашей стране это есть, сейчас уже создают такие кафе, куда заходят молодые люди, и у них забирают все гаджеты для того, чтобы они могли глаза в глаза пообщаться. И, как показал опыт, люди разучились общаться вот так. Сидят и смотрят. Сидят и смотрят. И им просто вот в руке не хватает этого гаджета, чтобы залезть. Вы посмотрите, в метро едут люди, все головы вниз, все сидят в телефоне. Никто не смотрит друг на друга, и, конечно же, никто не увидит молодого человека или девушку, с которой можно просто в метро познакомиться. А тут еще в масках мы ходим, тем более, дорисовывать надо еще образ. То есть это проблема психологическая, но мы сейчас поговорим о способах беременности. Их тоже на сегодняшний день не существует, но правильно ли я понимаю, что это общечеловеческая проблема? То есть то, что раньше казалось... Мы не будем брать Адама и Еву, но тем не менее есть четкое ощущение какого-то такого легкого к этому отношения. И с другой стороны, некоторые, которые вступают в те же отношения, они совсем несемейные бывают, просто потому что, как в интернете, то есть знакомство по интернету. И вот то страшное слово, которое в Советском Союзе, как известно, его не было, слово секс, воспринимают как... То есть это не повод для того, чтобы семью создавать. То есть много аспектов. Тем не менее, проблема остается одна. Психологически мы даже разучились уже воспринимать некое то, что, говорите, ёкнуло. С другой стороны, любая женщина, умная женщина, и, как мы выяснили, знающая такое страшное слово, старородящее, она хочет ребенка желательно от какого-то хорошего мужчины, желательно любимого и мужа, но вдруг у нее это все-таки не получается. Тогда у нее без шансов? Нет, и шансы у нее, конечно, есть. Я как раз хотела вот и на эту тему поговорить. Может быть, эта тема какая-то такая достаточно щепетильная, но она должна присутствовать. Потому что у нас почему-то принято так, что дети должны рождаться, когда люди живут в браке. В браке гражданском, официальном, неважно. Но они живут вместе. У них рождается ребенок. То есть как бы у ребенка должна быть полноценная семья, и мама, и папа. Кстати, у гражданских браков у меня такое впечатление, что их больше как-то стало. Но там разные причины. Но не нужно стыдиться того, что если женщина не нашла свою пару, потому что на самом деле женщин больше, чем мужчин. Естественно, часть из них остаются одинокими женщинами. Они не найдут себе пару. И не нужно бояться, что эта женщина будет рожать ребенка одна. В этом нет ничего позорного и ничего страшного. Тем более, что государство стоит сейчас очень хорошо на стороне вот этой мамы, одинокой женщины. Я не буду говорить одиночкой. Это некрасивое слово. Это женщина, которая родила ребенка. Сама приняла решение. Приняла решение, родила. И она приняла правильное решение. Я очень уважаю этих женщин. Это совершенно нормальные, адекватные, грамотные женщины. Они родили себе продолжение своего рода. Они родили радость своей жизни. В конечном итоге помощь на старость лет. И вообще помощь по жизни. И я бы вообще советовала и ни одного ребенка рожать. Я всегда говорю, тарелки супа хватит разделить на всех тарелок. Да, это да. Если ты хочешь ребенка. И стыдиться этого совершенно не нужно. Вот у нас есть такое поверье. Если ты заводишь ребенка, сама воспитываешь его одного или двух, счастье само найдет тебя. И мужчину вы найдете. Потому что мужчина сейчас... Ну, я не хочу никого обидеть. Ну, на все готовенькое лучше прийти. И на все готовенькое прийти. И если мужчина женат и в семье есть двое детей, он встретит другую и совершенно спокойно уйдет от этих двоих детей. То есть двое детей его пугать не будут? Абсолютно. Дети мужчину никогда не держат в семье. Вот женщина, она придадумывается, а дети мужчину не держат в семье. Ну, не хочу оскорбить никаких мужчин. У нас прекрасные мужчины. Ну, бывает такое. Да, но бывает такое. Поэтому и счастье можно найти. И берут женщин в жены, у которых и двое детей, и от разных мужей, и от разных мужчин. Ну, а для того, чтобы забеременеть женщину, да, можно найти партнеры. И, кстати, многие женщины так и делают. Они просто реально находят мужчину, который по их параметрам подходит, оценивая буквально все. И рост, и цвет глаз, и мозги. Биологический подход. То есть реально выбирают биологический подход такой. И они от этих же мужчин беременеют. Практически он им больше становится ненужным, но у них есть дети. И она реально... Это, во-первых, рождение ребёнка, это заложено генетически в здоровье самой женщины. Ну да, потому что она должна работать, да. Болеют. Болеют не очень хорошо гинекологическими заболеваниями. В частности, онкологическими заболеваниями. Потому что те органы, которым Бог дал женщине, это матка, яичники, они должны выполнить свою функцию обязательно. Иначе они могут выполнить функцию немножко другую. То есть вы сейчас говорите, что вот ищут, находят этого, ну, скажем так, оплодотворителя, по-другому ты не скажешь, но это же тоже какой-то такой, ну, не то что криминальный, а полу такой неофициальный, да, подход. Потому что, ну, договорилась и всё. Кто там будет спрашивать? Может, кто-то и деньги даже платит какие-то. Такой же вариант тоже не скажет. Нет, это не то что вариант. И такие вещи тоже существуют. Это хорошая профессия, да, для таких вот одиноких мужчин. Это, кстати, тоже есть какой-то определённый бизнес такой. И бывает такое. Но он мимо государства идёт. Я думаю, что да. Мимо государства. То есть тут решение само, и тут вообще-то никто не имеет права сказать, почему спите с непонятным мужчиной. Слава богу, пока это сама женщина принимает решение. Это один путь. Путь, так. Но есть другой путь официальный, который приняло государство. И приняло этот путь правильно. Это когда же у нас существует банк спермы. Когда мужчины официально, за определённую плату, это всё официально совершенно, сдают свою сперму. Они на этом зарабатывают деньги. И, естественно, дают возможность какой-то женщине забеременеть. Но эта беременность наступает путём экстракорпорального плодотворения, или ЭКО, как мы говорим. Существует банк яйцеклеток. Когда женщина уже в таком возрасте, когда яйцеклетки уже самостоятельно свои выбрать, предоставить не может, они уже не работают, их практически нет, она может взять чужие яйцеклетки из спермы своего мужа и родить этого, выносить и родить этого ребёнка. Ну и есть такое понятие, которое сейчас у нас перевели, как бы немножко им занимаются наши фискальные органы, это суррогатное материнство, о котором много говорят, нужно это, не нужно, можно это или не нужно. А ваш как, кстати, имею в виду? Я считаю, что любой способ, которым женщина может обрести ребёнка, я приветствую любой способ. Рождение, само собой, ЭКО, усыновление, суррогатное материнство. Любой способ, если женщина хочет ребёнка, а у неё это самостоятельно не получается, она может любым способом этого ребёнка, и я эту женщину поддерживаю. А вот как сегодня ситуация, ну, скажем, вот в городском округе Люберцы приходят женщины, хотят вот такую очередь какая-то, это же, я так понимаю, не дешёвая, как бы, история. Да. И как это вообще вот происходит? Значит, есть такое понятие, такой диагноз у женщины, как бесплодие. Ну, бывает женским бесплодием, бывает мужским бесплодием, неважно, но диагноз бесплодия есть. То есть все способы, все методы лечения испробованы, результата нет, беременность не наступила, остаётся один выход, это экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО. Для того, чтобы женщина пошла на ЭКО, для этого нужны ряд причин. И в частности, должен быть единственный диагноз – это бесплодие. После чего женщину направляют в кабинет к репродуктологу. Такой кабинет существует в нашем округе. Этот кабинет располагается на территории женской консультации номер один, которая расположена на улице Красноармейской, дом 5, где работает врач-репродуктолог. Это доктор из нашего московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Это специалист, специальная, это есть специальная такая специальность, репродуктолог. И вот она занимается этими парами или же одной женщиной. Если это женщина, приходит одна, она хочет забеременеть. После того, как решается вопрос о том, что да, ей положено ЭКО, этой женщине предоставляется квота. ЭКО – это очень дорогое удовольствие. Но, тем не менее, государство опять позаботилось об этом. И выделяются ежегодно очень большие деньги на эти квоты. И каждый год эти деньги прибавляются. И количество этих денег выделяется больше. То есть количество квот из года в год растет. О чем это говорит? О том, что у нас бесплодных пар много. Ведь количество квот выделяется по количеству женщин, состоящих на учете с диагнозом бесплодия. О бесплодных, то есть это еще одна проблема, что что-то происходит с человечеством вообще как таковым? Ну, вот это те причины, о которых я говорила. Это и позднее решение забеременеть. Когда уже... А, конечно. Это естественно... Скажем так, приобретенное, да, бесплодность? Да, приобретенное. Это приобретенное бесплодие. Потому что врожденное бесплодие, оно встречается крайне редко. Это очень редкая-редкая патология. А вот в основном это приобретенное, конечно, бесплодие. Итак, резюмируем, подводим итоги. И на сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой, что рождаемость... Не потому что... Даже если сейчас будем рожать по два ребенка, этого мало. Этого мало. Должно быть пять. Так что работайте над этим. Материальный... Материнский капитал, ипотека, все это, конечно же, присутствует. Но, наверное, еще какие-то будут... Я думаю, что да. Да, потому что этого вроде есть и хорошо, но нам же всегда больше хочется. Вторая проблема, что женщина не должна сидеть и печалиться, а должна идти вперед. И если ей хочется, то она должна послушать нашу программу и принять для себя решение. И попробовать. Конечно. Тоже, да, не требует каких-то. И третье, что это для женщины еще прежде всего, да, собственно говоря, и для мужчины частично, еще залог их здоровья. Это здоровье. Потому что если, некоторые говорят, жить для себя, это, конечно, хорошо, но просто будете меньше чуть-чуть жить, скажем так. Вот, наверное, такие итоги можно подвести, и всегда можно получить определенную консультацию, придя в ваш областной центр. Кстати, о консультации мы тоже поговорим в одной из наших программ. Спасибо вам большое. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник говорили о важной проблеме, проблеме рождаемости, которая, судя по всему, сейчас будет, ну, одной из глобальных проблем в нашей стране. Потому что подошло время тех самых детей 90-х годов, которые должны рожать детей, но их не так много, потому что в наше время их, к сожалению, тоже рожали неохотно. Но мы верим в лучшее. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин